Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас в Фаберлик пустые баночки. И это самые достоверные отзывы, потому что средства использованы до конца. Начну я, пожалуй, с вот этой зубной щетки. Фаберлик силиконовая. Вот. Много слышала о ней положительных отзывов, и именно поэтому взяла. И знаете, с первого раза она мне понравилась. Ну, силиконовая щетинка, приятно. Всё хорошо. Но заметила на третий-четвёртый день, что у меня воспаляться, не воспаляться. Не знаю, как это. Ну, в общем, на верхнем нёбе как бы появилась какая-то повышенная чувствительность. И знаете, шероховатость, что ли. Такое ощущение, что какая-то аллергическая реакция. Ну, вообще непонятно. Я решила убрать эту щетку. Через день всё прошло. Через несколько дней, думаю, да, и опять повторю. Мало ли, может быть, дело не в щетке. Достала её снова. То же самое. Я почистила ей один раз зубы. Через несколько прям минут у меня воспаляются то ли дёсна, ну, не знаю, не с внешней стороны почему-то, а с внутренней. И вот верхнее нёба особенно. Аллергия это не аллергия. Я не знаю. В общем, я эту щетку выбрасываю. Девчонки, если у вас было так же, расскажите, пожалуйста, потому что я вообще не могу понять, что с этой щеткой не так. Вроде она и травмировать не должна, потому что мягкий силикончик. Наверное, аллергия тогда, не знаю. В общем, щетка идёт в утиль. Ранее думала выбросить и вот такой шампунь, но всё-таки нашла ему как бы применение. Я использовала его для мытья, извиняюсь, туалетов своих котов, потому что после первого же применения вот этот шампунь серии Эксперт для любого типа волос, 3D Volume, вызвал у меня жуткий зуд кожи головы. Просто очень неприятно. Я попробовала тоже дать ему второй, третий шанс. Нет, он вызывает зуд кожи головы. Это у нас артикул 89-59. Поэтому другие продукты из этой серии я даже и пробовать не стала и вам не советую. Если у вас тоже было так, расскажите, пожалуйста, потому что я уже слышала у девчонок, что да, вот эта линейка вызывает зуд головы. Закончились у меня средства гигиены. Вот так выглядит пустая упаковочка. Здесь удобный клапан. Это у нас гигиенические прокладки с анеоновым чипом, дневные. Я много раз вам уже говорила об их плюсах. Меня устраивает все. От впитываемости до того, что у меня болевые ощущения в районе живота снизились практически на нет. Сошли на нет. Так, артикул их, девчонки. 112-89 и здесь 10 штук. Я всегда советую практически в каждом видео, где они у меня есть, вам их обязательно хоть раз попробовать. Обязательно тем, кто мучается болями в животе. Целая серия гелей для душа у меня закончилась на этот раз. Один из них мужской. Они все парфюмированные. Этот аромат у нас интенс. Артикул его 81-19. Люблю гели для душа парфюмированные за то, что они здорово пахнут, хорошо пенятся, не сушат кожу. То есть нормальный гель для душа. Не пересушивает, не вызывает шелушения, стянутости и так далее. Нравится. Аромат, вот именно вот этот интенс, очень такой, знаете, мужественный, брутальный. Вот понравился. Возможно, даже когда-нибудь возьму духи мужу вот из этой серии. И парочка моих гели для душа закончились. Шершеляфам. Спасибо тем, кто сказал, как правильно читается это название. 83-15 его артикул. Свежий, приятный запах. Закончил его буквально вчера. Знаете, мне кажется, это что-то такое фиалочка и морской бриз. Хотя под морской бриз больше должен подходить у нас променад, который тоже у меня закончился. 83-26 его артикул. Он такой свежий, знаете, немножко отдает порошком. Но приятный все равно запах. Нравятся они мне все. Кто любит запах свежести, вот этот. Запах свежести с немножко сладкими нотками, вот этот. Закончился у меня нейтрализатор запахов. О нем я тоже во много раз рассказывала, так же, как и о наших освежителях. Артикул его 112-87. Он мне нравится своим удобным клапаном-заглушечкой, чтобы обезопасить от ребенка. Но у меня ребенок уже большой, но она очень любит прям вот взять вот так и попшикать капитально. Пол флакона за раз практически. Поэтому я от нее вот так вот нажму. И все, не нажимается. Нейтрализатор запахов работает. Девчонки, он действительно работает и нейтрализует запахи, потому что у меня в доме есть животные. Один раз я уже рассказывала, у меня что-то пригорело. Пришлось воспользоваться средством. И эффект есть моментальный практически. Разбрызгали аромат и все прекрасно. Так что берите, пробуйте, очень советую. Закончилась очередная у нас детская паста. Это кошка манго. Артикул ее 24-42. Она у нас идет 6+, а нам 5 лет пока еще. Но все равно ей пользуемся. Ничего страшного в этом не вижу. Очень люблю детские пасты от Фаберлик. Гораздо больше, чем взрослые. Вот вы сами попробуйте хотя бы раз. Они бывают по 69 рублей. И купите себе, возьмите, если у вас нет деток, вы не заказываете специально, купите себе и попробуйте. Они очищают эмаль гораздо лучше, чем даже паста с красным крестиком нашей линейки Эксперт. Мне очень нравится. У меня ребенка белоснежные зубы. Когда я ей пользуюсь, я чувствую, как здорово они удаляют налет зубов. И мне комфортно в течение всего дня. Потом он не появляется. Так что пасты эти у меня в загашнике еще есть. Надо свои запасы увеличивать. Одна осталась. Рекомендую всем. Обязательно попробуйте. Не только для деток, но и для взрослых. У меня закончился гаммаж кислородное дыхание. Из линейки Аксиологи. Это очищающий гаммаж для лица. Его артикул 0271. И он мне очень понравился. Для глубокого очищения написано лица. Мне очень нравится этот гаммаж. Даже гораздо больше, чем скраб из этой же линейки кислородное дыхание. У гаммажа как-то вот приятнее частички, что ли. Их больше. Они мельче. И мне кажется, он даже скрабирует лучше, чем скраб из этой же линейки. И такое ощущение, что после использования кожа как будто напитывается кислородом, что ли. Дышит. Но вот какой-то легкий холодок от него после использования. Поэтому мне он очень понравился. Повторять покупку буду однозначно. Закончился у меня крем Винатоник. Один из. Еще есть один из загашники. И планирую приобрести другой. Это у нас серия Эксперт с красным крестиком. Это косметевтика, которая обладает не только косметическим эффектом, но и лечебным. Противоотечный эффект. Устраняет чувство усталости и тяжести в ногах. Мне понравился он тем, что действительно после нанесения ощущается легкая прохладушка по ногам. И чувство тяжести тоже уходит. Есть этот эффект. Ножкам гораздо легче. Если у вас есть венки. У меня вот есть одна, которая ярко выраженная после беременности. То они вот как-то сглаживаются. То есть эффект и видимый даже. Поэтому я вам очень рекомендую попробовать крем-венотоник. Артикул его 1660. Классный. Закончился у меня мис для тела из серии Fleur de Provence. Вот так он выглядит. Апельсин и ваниль. Артикул его 83-87. И что касается аромата, он меня впечатлил не очень. Хотя для тех, кто любит цитрусовые ароматы, понравится. Немножко освежает, но есть какая-то вот приторность. И вот именно она мне не очень нравится. Но по эффекту все просто замечательно. Во-первых, это удобно. Во-вторых, первый раз, первый год точнее после юга я не шелушусь. Вот знаете, когда на юге загораешь за 12-14 дней усиленно. Потом приезжаешь домой, этот загар смывается, и смывается он шелушением. То есть кожа такая сухая, и шелушится, и так вот сходит южный загар. В этом году у меня такого не было, потому что я применяла вот этот мист. Наверное, скорее всего. Потому что для тела я больше ничем не пользуюсь сейчас. Только мист и фаберлик. Поэтому я довольна. Я разбрызгиваю его на мокрое тело сразу после душа. Немножечко могу растереть руками. Даю высохнуть ему на теле, и все. Это очень просто и быстро по сравнению с твердыми суфле и кремами для тела. Я, наверное, на мистах, пожалуй, остановлюсь даже и зимой. Из серии домфаберлик у меня закончился крем для чистки металлических поверхностей. Слышала на него как положительные, так и отрицательные отзывы. Мне понравилось им чистить раковину, хромированные ручки всякие, кастрюли, краны сами. Поэтому, в принципе, я им довольна. Вот раковину он очищает замечательно. С этой же функцией, в принципе, справляются универсальные наши чистящие средства, средства для духовок и плит. Поэтому, ну, брать его отдельно, наверное, больше не буду. А так он со своей функцией справляется на ура. Артикул его 111.58. У меня закончился шампунь для волос, к великому сожалению. Так бывает редко на самом деле, что вот закончился и жалею. Это шампунь серии Salonkea умный кератин. Шампунь восстанавливающий для поврежденных волос. Вот так он выглядит. Артикул его 82.60. Знаю, что многим не нравится его аромат. Не знаю, мне не критично. Мне очень нравится его эффект, потому что после него волосы, не знаю, они дольше чистые. Они объемные от корней. То есть даже я через день голову мою. Вот на второй день, когда мне положено ее помыть, на третий получается, у меня все равно еще прикорневой хороший объем. Здесь нет сульфатов и всякой гадости, поэтому, в принципе, он так работает, я думаю. Он не жирнит мои волосы и корни, хотя раньше у меня были жирные корни. Не жирнит абсолютно. Мне очень нравится его применять вместе с бальзамчиком La Creme Mятно освежающий. Сначала этот шампунчик, потом бальзамчик, и у меня прям волосики такие классные-классные. Прям вот мне нравится эффект. Поэтому покупку однозначно повторять буду. А я не пробовала бальзам из этой серии. Если кто-то пробовал, напишите, пожалуйста, девчонки, как вам бальзам и маска из этой серии. Шампунем я довольна и обладательницам сухих, пересушенных волос. Очень рекомендую его попробовать. У меня закончился вот такой вот крем для рук. Это у нас формула омоложения. Вот так он выглядит. Артикул его 2098, и он потрясающий. Я взяла из этой линейки сейчас два сиреневых крема, потому что была акция при покупке двух. Сейчас попробую вам показать его, додавить. Тут прямо остатки. И показать, как он работает. Смотрите. Он довольно плотной консистенции, но распределяется хорошо. И знаете, мне кажется, вот даже оставляет после себя на руках какую-то защитную пленку. После первой помывки рук или посуды он не смывается. То есть его не надо как бешеный целый день на руки наносить. Помыли посуду, быстрее наносить. Крем руки высохли. Нет, он действительно создает какую-то пленочку, которая защищает наши ручки от влаги и пересушивания. Поэтому буду покупать еще однозначно. И рекомендую к покупке вам тоже, особенно если вам, у вас, как и у меня, очень сухая кожа рук. Ну а на этом все. Вот такие были у меня пустые баночки Фаберлик в этот раз. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии по поводу использования этих средств. И еще вопрос ко всем. Вот скажите, пожалуйста, вам как удобно, чтобы я снимала пустые баночки разных производителей в одном видео? Или вы хотите смотреть пустые баночки Фаберлик отдельно, а другие производители отдельно? Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой формат видео вам будет интереснее или удобнее смотреть. Ну и на этом все. Спасибо, что были со мной. До следующих видео. Впереди нас ждет много интересного. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик. Всем пока-пока.